Здравствуйте, уважаемые товарищи, дорогие друзья! К нам поступает в штаб много вопросов по славянской тематике. То есть в связи с созданием Крона, это круг родового наследия, союз славян, родноверов и так далее. Что это такое и чем это вызвано? В частности, много вопросов по славяно-арийским ведам, пато-роды и все, что с этим связано, Левашову. Поэтому решено нами коллегиально осуществить вот такой первоначальный вброс некой информации для размышления. А вообще говоря, надо, конечно, провести такой серьезный анализ с изданием брошюры, соответствующей тем, чтобы все разложить по полочкам. Начну я вот с чего. Известно, что когда приступили к развалу России, вернее СССР, было такие четыре мощных направления. То есть те, кто понимают, что такое глобальная политика, они осознавали, что народу страны надо дать какую-то большую идею, которая бы всех захватила и овладела бы умами людей массами, они работали бы на эту идею. Но однозначно принять решение по какой-то одной идее было достаточно сложно, потому что да и было бы глупо. То есть есть такой многовариантный сценарий развития событий. Но это, вы знаете, если проводить аналогии с военным делом, то командир, осуществляя, например, разведку какую-то, он может послать не одного разведчика взять язык, а несколько групп. И одна из групп наверняка, потому что один мало ли что случится, а несколько групп, они вероятностно предопределенно выполнят поставленную задачу. Вот так и здесь. То есть это в достаточно общей теории управления называется управление вероятностными предопределенностями. Так вот, с этой точки зрения по отношению к России был такой многовариантный сценарий. То есть первое, это идея большая демократии. На эту идею, демократическое направление были поставлены там все наши демократы. Немцов, Хакамада, там помните, Бурбулис, Чубайс и прочие всякие. Значит, они вот окучивали эту демократическую жилу. А вдруг демократия не пойдет? Значит, Россия, страна с прошлым, значит, много ветеранов, которые отстаивали. То есть там сильны такие марксистские идеалы. Поэтому второе направление, это марксистское направление. На это направление были поставлены там Зюганов, Анпилов, Нина Андреева, если кто помнит и так далее. И когда Ельцин сказал, я, понимаешь, запрещаю компартию, ему говорят, Борис Николаевич, да ты не торопись, она пригодится. И он говорит, я разрешаю. И поэтому Зюганов стал смелый, все, и сейчас они в Думе там сидят, им многое разрешено, все. Потому что марксизм им не страшен. То есть это один из вариантов библейской концепции, значит, в атеистическом варианте таком. То есть для верующих Библия, а для неверующих Карл Маркс и Роза Люксембург. Вот, третье направление, это Россия страна православная, так скажем, в терминологии привычная, поэтому там религиозная, сильны такие настроения, поэтому может овладеть идея царя-батюшки. Поэтому на это направление тоже было поставлено несколько царей, я даже знаком был с двумя царями, в частности с Павлом II, наследником, сейчас он уже умер. Вот, они все в очередь стояли, какого царя разрешат сделать царем. Вокруг это казачество суетилось и так далее. Вот, и наконец, Никита Михалков, в частности, вот помните, сибирский царюльник, все его выступления по телевидению о монархии. Значит, Жириновский, кстати, метнулся одно время, он, так сказать, концепцию нашу знает, знаком, поэтому он нос по ветру держит. Поэтому, когда ситуация меняется, он же у них либерально-демократическая партия, да, он сразу раз и проси монархии, если поднять его выступление, там найдете. То есть, он был за монархию. И четвертое, одно время. И четвертый вариант, это силовой вариант, когда, устав от всего этого, ну что ли, тряски, значит, народ запросит жесткой руки, и тут нам протягивают жесткую руку Бенит Адольфович Пиночета. Значит, на эту жилу сначала были поставлены, там, если кто помнит, Стерлигов, там это было, потом Баркашов, Лебедь Александрович, туда же, Рохлин, Лев Яковлевич, значит. Потом Рудского готовили, значит, одно время. Сейчас тоже, значит, есть тенденции к этому. Ну, я не буду дальше развивать мысль, потому что, вообще говоря, вот эта тенденция жесткого управления, она как раз приемлема для мафии в связи со сложившейся ситуацией. Потому что демократия им как кость в горле на всей планете Земля, то есть люди хотят счастья, все хотят благ и прочих, а счастья не хватает. Поэтому для того, чтобы держать всех в узде, и чтобы не ходили там по митингам и прочее, значит, они хотят перевести управление вот с этих демократических начал на жесткий режим фашистского такого управления. То есть, если вспомнить Ивана Антоновича Ефремова, это планета Торманс, у него научно-фантастический роман «Час быка», кто читал. Вот, фактически, по этому сценарию они движутся. Так вот, я к чему говорю? Вот было четыре. И вначале, в концепции общественной безопасности, только вот об этом шла и речь. Но в последнее время стали понятны... Субтитры создавал DimaTorzok